В Кыргызстане стартует программа поддержки малого и среднего бизнеса. С 1 сентября предприниматели там смогут получать дешевые кредиты, средства в национальной валюте с максимальной ставкой. До 12% годовых готов предоставить Кыргызско-российский фонд развития. Тем продолжат мои коллеги. Кузаркана Мурзакова с внуками выращивает помидоры на продажу. Бизнес небольшой, для развития его требуются средства. Можно было бы взять кредит, но проценты коммерческих банков для семьи неподъемные. Когда будут выдавать кредиты под низкие проценты, нам будет намного легче. Когда они большие, трудно потом выплачивать. Мы с мужем здесь занимаемся фермерством уже 15 лет. Дети тоже помогают. Чтобы помочь малому и среднему бизнесу, была разработана специальная программа финансирования. Ее авторы – специалисты Кыргызско-российского фонда развития. На первом этапе речь идет о сумме поддержки в размере 50 миллионов долларов США. Мы решили, что малый и средний бизнес должен все-таки быть обеспечен именно дешевыми ресурсами. И с этой точки зрения наша программа рассчитана на то, что заемщики, самые конечные получатели, получат кредит в размере не выше 12% в национальной валюте. Программу курирует лично президент республики. Задача – максимально поддержать малый и средний бизнес, особенно после присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Непосредственное участие в реализации программы будет принимать Национальный банк страны. В частности, обеспечивать перевод долларовых резервов фонда в местную валюту. Национальный банк заканчивает свою внутреннюю процедуру, которая сделает возможное предоставление суммых средств для фонда развития. И мы надеемся, что до конца августа мы уже начнем предоставлять денежные средства Российскому фонду развития, что в свою очередь сделает возможным кредитование Российскому фондам развития нашей экономики уже в сентябре месяца текущего года. Эксперты уверены, такие кредиты станут мощным ресурсом для развития малого и среднего бизнеса. Но есть и определенные риски. Чтобы избежать их, государство должно обозначить четкие критерии для получателей льготных кредитов и ни в коем случае не допускать их ни целевого использования. Юлия Кутси, Сетиви, при содействии общественного Первого канала Кыргызстана.